В топ от Латвии, в европейский топ-100 женщин в социальном предпринимательстве вошли 4 жительницы Латвии. Мы об этом прямо сейчас и поговорим, тем более, что одна из них как раз находится в нашей студии. В топ от Латвии вошли директор Латвийской ассоциации социального предпринимательства Регита Зейла, главная исследовательница Центра общественной политики Проведус Агнеса Фринденберга, основательница и руководительница акселератора социального предпринимательства Нью-Дор Диана Лапкис и основательница и руководительница социального предприятия колл-центра Сон-Идо Инга Мужнец. Доброе утро. Как раз Инга вместе с нами в этой студии. Несколько слов. Расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете саму по себе награду вот этот европейский топ-100 женщин в социальном предпринимательстве. Как вы об этом узнали? Почему это важно? На самом деле эта награда существует только три года. И самая важная награда была мне именно в первый год, когда я была единственной из Латвии. И это очень важно, потому что мы, как Латвия, нас заметили в том округе, что называется социальное предпринимательство. На самом деле Европа очень смотрит на нашу страну, потому что Латвия в этой сфере, она очень выросла. И у нас есть много хороших инновативных проектов и социальных предпринимателей, которых на самом деле надо показать. И поэтому уже в прошлом году была победительница, тоже одна из Латвии. Это была Лена Рейна Миттова, а у нее есть проект Легеро. И в этом году уже четыре женщины из Латвии в этом топе. Я думаю, что это очень важно. Это значит, что мы на самом деле очень громкий голос в социальном предпринимательстве. Да, давайте напомним нашим слушателям о том, что социальное предпринимательство это так называемое социально ответственное предпринимательство, которое заточено не только на получение прибыли, но в том числе и на решение той или иной социальной проблемы, либо каким-то образом устранение имеющееся на уровне Европы. Вы сказали о том, что Латвия в этом смысле является особым громким голосом. А по вашему опыту, можете ли вы оценить, насколько оно вообще развито в Европе и Европейском Союзе? Я скажу, что так, что в Латвии на самом деле социальное предпринимательство, оно больше инновативное. И у нас в этой сфере работают больше молодые люди. Например, в Старой, в Европе, там уже больше такие пожилые люди работают, и они больше не на прибыль работают, а именно на пожертвования, потому что у них эта культура очень развита. Но в Латвии эта культура не очень-то развита, и поэтому нам надо придумать способы, как заработать и еще сделать что-то хорошее. Интересно. То есть в Латвии в этом смысле особая специфика именно в том, что предприятие не может прожить, содержать себя на пожертвовании, поэтому вынуждены зарабатывать. Да. Интересно. Поставлены условия латвийские в этом смысле социальные предприниматели. И удается? Да, да. Поэтому и нас замечают, что это удается. Расскажите, пожалуйста, а в данном случае ваш колл-центр чем занимается? У меня колл-центр на самом деле делает коммерческие проекты. Мы зарабатываем на то, что обслуживаем клиентов, и мы как аутсорсинг в клиент-сервисе. Но что самое уникальное, что эту прибыль, которую я получаю из коммерческих проектов, мы посвящаем социальному проекту, который называется «Поговорим». И это проект, где работают люди только с инвалидностью. И они, ну как сказать, друзья по разговорам. Там может на этот номер телефона позвонить любой. Мы говорим и на латышском, на русском, на английском языках, потому что нам звонят и украинцы, которые говорят на русском. И люди чувствуют себя одиноко. И иногда это не надо идти к психологу, чтобы почувствовать себя лучше. Можно позвонить, поговорить. И так мы создаем эту, как сказать... Ну, связь между людьми. Связь, да. И люди тогда больше себя не чувствуют так одинокими. Я понял. Ну, поход к психологу в данном случае одно другому не мешает. Но, с другой стороны, я правильно понимаю, что ваша фокусировка именно на то, чтобы поддерживать... Да, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Так получается? Чтобы они поговорили, да. Ну, в буквальном смысле может позвонить любой и поговорить о чем? О всем. Когда мы начали этот проект в 2018 году, мы думали, что будут звонить такие люди, у которых нет денег, которым нет чего кушать, нет где жить и так далее. Но мы очень ошиблись, потому что нам звонят люди, которые с хорошим образованием, которые в ситуации своей жизни оказались одни. И мы думали, что будет, ну, там, больше 60+. На самом деле у нас аудитория начинается уже с 30. Потому что женщины, которые работают, они приходят домой в 5, и они одиноки. У них есть кошка, например, но им хочется с кем-то поговорить, живыми людьми. А не у всех получается так легко получить друзей, с которыми поговорить. А когда ты звонишь на «поговорим», ты можешь говорить все, что ты хочешь, и мы принимаем этих людей такими, какие они есть. Ну, вот сейчас о работниках мы поговорим, но вместе с тем хочется поговорить про «поговорим больше». А с какими вопросами обращаются к вам люди, которые звонят? Там нет вопросов. Темами? Темами. Ну, например, сегодня хорошее утро, я вышла из дома и увидела олени. Или я вчера ходила в магазин и увидела там еще что-то. Просто делиться своими наблюдениями, своими чувствами. Есть такие люди, которым важно вспоминать свою молодость. И они тогда звонят и рассказывают, как было в молодости, как было там, не знаю, в латвийское время, советское время. Или что их дети им не звонят. И разные темы. Ну, иногда есть и практически, скажите, где останавливается сейчас автобус там, где центральная станция, да, там все поменялось. Или можете ли дать мне номер телефона какого-то учреждения. Потому что старые люди не всегда очень хорошо владеют интернетом, да. И это такой ресурс, где можно позвонить и спросить. Я понимаю, он позволяет таким образом бороться с чувством одиночества и оставленности социальной, да. Расскажите, пожалуйста, про работников этого центра. Кто они, как они туда попадают. Колл-центр Сони, то мы, Дарба, это рабочая интеграция. И у нас 50% из всех сотрудников люди с инвалидностью. У нас есть даже женщина, которая очень плохо видит, на работу приходит со своей собакой. И на поговорим линии у нас работают только сотрудники с инвалидностью. И те, которые смирились с тем, что они с инвалидностью. Потому что очень важно, что человек, который говорит с другим, он может принять сам себя. И он доволен этом. И он уже прошел через некоторые трудности. И поэтому ему все легче принимать других такими, какие они есть. Потому что это очень важно. Подумайте. Вы когда говорите своими родственниками, там в голове, ой, нет, это я не могу говорить, потому что они подумают, что я такой или сякой, да. Но когда ты звонишь и говоришь, у нас нет барьера. Мы ничего не знаем об этих людей, которые звонят. И поэтому они для нас такие, какие они есть. И мы их принимаем. Да, бывает, что довериться незнакомому человеку бывает проще, чем своему родному. А какую подготовку проходят эти люди? Ведь на самом деле я вот пытаюсь представить себя на месте работника вашего колл-центра. Думаю, что сталкивался бы с бесконечным количеством сложностей. Потому что когда тебе звонят и, ну, есть такое слово, контейнируются, да, то есть сообщают, передают тебе информацию, которую ты, в общем, не готов всегда воспринимать в любом состоянии, но должен, кажется. Это подразумевает работа такого колл-центра. Как какую-то подготовку психологическую они проходят или нет? Ну, смотрите, первая подготовка, это ты должен быть 50+. Вы, наверное, моложе, я вижу. Почему 50+, потому что люди понимают, что мы разные и легче принять. Когда ты молодой, тебе первый инстинкт, когда тебе кто-то что-то рассказывает, тебе хочется помочь. Там бежать сразу, не знаю, там покупать ему продукты или везти на прогулку или всё, что можешь представить. А когда ты уже постарше, ты просто понимаешь, что это процесс. И мы этому готовим, что это процесс, что человек разговаривает, и ему важно это выговорить. Но у нас есть обучение на тот случай, если мы слышим слова, которые, ну, как сказать, триггер на то, что там, может, нужна помощь другого рода. Специалисты. Специалисты. Например, если они говорят, что хотят покончить жизнь самоубийством или ещё что-то. Как-то себе навредить. Да, навредить. Такое случается, да? Да, случается. И тогда мы уже говорим, что надо звонить другую службу, говорим номер телефона, и тогда отправляем их. У нас есть хорошее сотрудничество именно с Калбас-центром, и мы их отправляем туда, потому что это уже кризис. Направляете, в смысле, советуете обратиться? Или передаете их номера кому-то, кто впоследствии? Нет, номера мы никому не даём, потому что человек должен выбрать, что он и как он будет делать. Мы советуем, мы даём номер телефона, и человек сам должен принять решение, что ему нужна помощь. Я понял. То есть всё-таки решение он принимает сам, обращаться либо не обращаться. Вы в данном случае советуете. Да. Вернёмся к вашей позиции. Вы, то, что называется, социальный предприниматель, социальная предпринимательница. Напомню, что в нашей студии владельцы и основательницы социального предприятия «Сонидо». Это колл-центр, но мы говорим о проекте. Пару нас с ним поговорим. И вот наша героиня, наша гостья сегодня стала одной из четырёх женщин Латвии, которые удостоились премии, попали в европейский топ-100 женщин в социальном предпринимательстве. А зачем вы это делаете? Да, хороший вопрос. На самом деле, когда я начала предпринимательство, это было в 2013 году, когда я начала зарабатывать деньги, я поняла, что у меня нет удовлетворения. Да, я недовольна этим. Что-то нет. Чего-то мешает, что не хватает. И когда я услышала о социальном предпринимательстве, поняла, что моя идея, которая у меня была уже с юных лет, что надо сделать линию «Поговорим». И когда я начала это делать, мне говорят, а ты знаешь, что это социальное предпринимательство? И тогда я услышала, и спасибо Лене Райномитове, что она тогда была руководителем ассоциации, и они говорят, Инга, ты должна тут быть. И на самом деле, когда я стала социальным предпринимателем, у меня было такое эмоциональное равновесие. И я поняла, что на самом деле это было то, что мне не хватало. Я зарабатываю деньги, это хорошо, но мне хочется оставить что-то хорошее, потому что у меня есть дочка. Я хочу показать этот пример. И на самом деле этот топ-100 женщин в Европе – это то, как молодые женщины могут посмотреть на примеры, потому что будущее будет немножко по-другому. Не будет только прибыль, это не будет больше важным. Молодым людям очень важно, что ты с этим делаешь, как ты делаешь, дружелюбный ли ты с планетой, или ты кому-то помогаешь. Это совсем другое мышление. И я понимаю, что мне это надо менять сейчас, пробовать, чтобы моей дочке в будущем, если она бы хотела что-то такое делать, было уже легче. Она бы видела эти примеры. И топ-100 – именно те примеры, на которых надо смотреть, потому что мы для молодого поколения на самом деле пример. Они смотрят на нас. И мы на самом деле сейчас своим поведением делаем будущее наших детей. Этичность получения прибыли для вас очень важна. Да, да, мне это важно. Ну что же, спасибо вам большое за разговор и желаем вам удачи. Напомню, что в нашей студии владелец и основательница социального предприятия «Сон-Ида» Инга Мужнец, которая стала одной из четырех женщин, которые были удостоены премии европейского топа 100 социального предпринимательства. Ну и, насколько я понимаю из нашего разговора, традиционно туда уже на протяжении нескольких лет попадают женщины из Латвии, да? Ну три. Три года, и все три года Латвия там была. Замечательно. Будем надеяться, что и в следующем году тоже мы пригласим вас, либо вашу коллегу, для того, чтобы обсудить, как развивается социальная предпринимательство в Латвии, в Европе, ну и как там представлены не только латвийские предприниматели, но и латвийские предпринимательницы, непосредственно женщины. Думская площадь. С добрым утром!